Я начну с того, что практически наш депутат сказал горячо, не подумав. Поэтому мы, конечно, все его судили. Извиняться за поведение Александра Колесникова приходится его коллегам. Сам депутат теперь не хочет попадаться на глаза журналистам. После его пламенной речи на заседании Думы это неудивительно. У нас журналисты бестолочи. У нас журналисты бестолочи в городе. И тут мы должны что-то кому-то платить, искать информповоды. Это что за цирк? Давайте немножко отходить. Не мы для журналистов, а не для нас. Нету такой четвертой власти журналистов. Это сказки. Поэтому надо брать человека, где-то у меня. Нормально организуйте все и пусть они в очередь здесь выстраиваются. А потом только проверяйте, что они пишут. Четвертой власти может и нет. Зато есть судебная, замечают в Союзе журналистов. Один из городских телеканалов, публично униженный Колесниковым, готовит иск. Слово не «Воробей» вылетел. Этот «Воробей» полетел. И я говорил, что теперь мы ждем новых других слов от нашего уважаемого депутата Колесникова с извинением. По словам коллег, депутат просто погорячился. Однако его заставят оттереть темное пятно, подпортившее репутацию всей думы. Он на самом деле пожалел, что был заволнован, что ситуация, которая происходила, и теми вопросами, которые не решались. И поэтому у него были какие-то трения ранее журналистам. Действительно, в статьях и сюжетах Александр Колесников, депутат и коммунальщик, мелькает часто. Избранник фигурирует в материалах об избиении бабушки, обратившейся в его управляющую компанию. В репортажах о скандалах на праймерис, куда бывший кандидат от «Единой России» пришел со своей урной. Теперь же Колесников, благодаря выпаду в адрес журналистов, попадет не только в новостейные сводки, но и в сборник самых странных цитат местных чиновников. Туда же включат и высказывания депутата Андрея Пирожкова, назвавшего «ГУЛАГ» хорошей вещью. После шквала возмущений думцу пришлось объясниться. По его словам, размышляя о занятости заключенных, он имел в виду не трудовые лагеря СССР, а саму концепцию. Я не оправдываю репрессии, я не оправдываю «ГУЛАГ» в советский период. Я лишь говорю о идее. Идее того, что можно помимо лишения свободы, помимо четырех стен, наверное, поставить на правильные рельсы именно трудовую терапию. Однако коллеги уже попросили Пирожкова в будущем воздержаться от резких высказываний. Это может навредить карьере. Так самую цитируемую чиновницу Ольгу Гладских, заявившую, что государство никому ничего не должно, исключили из исполкома партии. Однако госслужащие продолжают подкидывать новые фразы. Экспертам это напоминает политтехнологию отвлечения внимания от более серьезных проблем. Впрочем, не исключено, что ляпы ушли в народ из-за обычной неосторожности и глупости. Они совершенно точно знают, что нужно говорить, а чего говорить не нужно. И в этом отношении они практически никогда не должны сильно выходить в сторону собственного мнения. Они должны скорее говорить о некоторой политике. И вот именно в этом были ключевые ошибки, если их считать таковыми, тех, кого мы с вами имеем в виду сейчас. Впрочем, городской администрации после череды скандалов уже думают, как решить проблему. Там хотят создать комиссию по этике, которая будет следить за поведением представителей власти. За некорректные слова и поступки будут применяться санкции. К примеру, временные ограничения на публичные выступления. Юлия Анашкина, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.